Два ушастиков в кадре. Всем привет, я Даша. У меня сегодня такое хулиганистное настроение, поэтому я сегодня с ушками. Это традиционно прочитанная за месяц. Постараюсь коротко учить каждой книги, потому что их больше десяти было. Собственно, понеслось. Первое, что я прочитала в апреле, было «Любовь и лимоны. Каждый день более ста ярких рецептов». Здесь на каждом развороте шикарнейшие просто иллюстрации. Автор – фудблогер в Инстаграме. Это книга о здоровой пище, где всё такое безглютеновое, ну не всё, но многое, без вот этих вот всяких вареностей. И вообще обычно такие книги не особо полезны, потому что ингредиенты для них нужно искать. Ну, ближайший продукт, кто вы не найдёте, надо прямо рыскать, искать, разыскивать, проводить оперативно-следственные мероприятия. Но, во-первых, написано прямо с душой, прямо видно, что человек фанат своего дела. Здесь есть очень полезнейшие таблицы по отваливанию групп, по тому, что обычно хозяйки выкидывают, как это можно использовать в готовке. И вообще очень много такой действительно полезной информации. И те ингредиенты, которые вы тут не найдёте, например, там какая-то кукурузная мука или кленовый сироп, это всё взаимозаменяется другими продуктами. Всё это очень легко гуглится. Я пробовала готовить и по оригинальным цветам, так как это в книге указано, и менять на более вредные ингредиенты, например, вместо кукурузной муки пшеничной обычно, вместо кленового сиропа мёд. Но не сказать, что получалось бы хуже, чем изначально рецепты, и даже иногда вкуснее. Поэтому смело могу вам рекомендовать, потому что рецепты действительно достойные. И это тот самый случай, когда, допустим, написано, используя 300 грамм муки, и это значит именно 300 грамм муки, а не так, что 300 грамм муки, а на деле надо использовать в два раза больше. Блин, так странно, взрослая тётенька, я сижу, как это, я не знаю, 12-летняя. Ну, всё, у меня такое настроение, так хочу. Следующая книга – это «Железный король» Мариса Дориона. Вообще-то я пробовала у него что-то читать, причём из середины цикла. Это цикл «Проплятые короли». По-моему, французскую волчицу я пыталась. Мне категорически не зашло, так не понравилось. А тут у моего любимого, конечно, видеоблогера, вышло видео, где она выражала глубочайшее восхищение. Сама не читала, но наслышана. Я так заинтересовалась, думаю, ну ладно, я дам второй шанс. Я почитаю первую книгу «Железный король», которая рассказывает о том самом короле, который именно он тамплеров погубил, уничтожил. И помните тот случай, когда глава их проклял короля и всех причастных к этому делу, иди просто в кратчайшие сроки отправились на тот свет. Вот, да, это то самое. Совершенно дивная вещь. Я когда читала, я не надумевала, почему Дориона, кстати, если не ошибаюсь, то есть у него славянские корни. Почему этого шикарнейшего французского писателя, ну, мало кто знает, а Дюма, который просто историю просто в какие-то неприличные места использует, знает абсолютно все, столько гранализации, действительно хорошего качества есть по его произведениям. Адрион, который ведет себя по отношению к истории не как просить девушки с пониженной социальной ответственностью, а как к леди галантно к ней относится, с почтением, уважает ее. Его вообще очень мало кто знает и почитает. Книга шикарнейшая. Просто каждый новый поворот сюжетной линии набирает обороты, становится все круче и круче, совершенно невозможно оторваться, считается просто на дыхании. И если Дюма, он увлекается описаниями, ну, не секрет, что ему платили за лишнюю строчечку, и поэтому у него так много этого дела, то у Дюма, он здесь незачем таким не охотился, пытался угодить читателю, и у него это шикарно получилось, я была в диком восторге. Поэтому, вслед за «Железным параллелом» я начала читать вторую часть, «Узница Шато Гаяра». И приуныло. Повороты здесь уже не такие клуты, витки не так уж и набирают обороты, и вместо того, чтобы действовать, герои преимущественно просто беседуют. Поэтому как-то, нет, все-таки цикл не зашел, первая книга совершенно непередаваема, прекрасна, но вторая как-то не продолжила эту традицию в моих глазах, поэтому свое знакомство с данным циклом я, к величайшему своему сожалению, прекратила. Далее, княгиня Ольга, Алексей Карпов, один из моих самых любимых историков. Книга документальная, и рассказывает вот та самая княгиня, которая для кого-то, пример, выдающаяся женщина в истории, именно потому, что, например, не типичной для нашего пола жестокости, и очень мстительным образом нас я повел в определенной ситуации, а для кого-то она известна как первая христианка на троне, так сказать. В общем, как будто эры не было, но слышали многие по той или иной причине, и Карпов о ней очень так интересно рассказывает. Он сам расписывается в видении, в том, что о биографии этой ведущейся женщины нам почти ничего не известно, и книга больше об эпохе, в которой она жила, нежели о самой Ольге. И действительно, поначалу кажется, что книгу стоило назвать вокруг Ольги, а не княгиня Ольга, но впоследствии он все-таки находит источники, в которых можно почерпнуть ту или информацию, и это действительно интересно. Далее, я читала Стивена Кинга, и одну из самых выдущихся вещей это Мизери, и кажется, они слышали, ну, практически все. Это история о очень таком знаменитом писателе, который является автором популярнейшего цикла книг об одной женщине, живущей в 19 веке. И вот он попадает в аварию, не справляется с управлением машины, и вот сюрприз, на него натыкается находящегося в ужасном состоянии его глубочайшая поклонница. Вот только такой маленький косяк, она еще малость не в себе. Столько не в себе, что творит просто безумные вещи, а уж, как я, иногда делает открытие, что он оказывается в только что вышедшей книге о его любимице. Он просто, ну, ее убивает. и она так этим разгневана, что, в общем, об этом не расскажешь. Это действительно что-то потрясающее. Когда читаешь, глаза постоянно на лоб лезут от происходящего внутри, и это правда невероятно. Далее. Так, как я. Вообще, я уже давненько ничего не покупала по поводу эгиптологии, но так как я сейчас пишу книгу про Эгипет, художественную, правда. Я все-таки, несмотря на то, что я знала, кто научный редактор этой книги, и у меня есть некоторые сомнения по поводу этого человека, но тем не менее, я купила Эгипетские мифы от пирамид и фаронов Беронубиса и книги мертвых. Вау шастиков в кадре. Это не тот случай, когда научная литература способна читателя заразить любовью к культуре, которую рассказывает, пожалуй. Она достаточно так буднична, как само собой разумеющаяся, ну вот как о том, что вот поели вы на завтрак рассказываете кому-то из знакомых, так и здесь автор говорит о Египте. Причем название немножечко обманывает читателя, ну скажем, не обманывает, вот это заблуджение. Как раз таки о пирамидах, фараонов и книге мертвых, хотя и нет, книга мертвых. Ну ладно, как раз о пирамидах и фараонов здесь почти ничего не говорится. В основном, это все-таки мифология. Причем, на секундочку, я и гиптология влечена лет не так с восьми. Ну ладно, здесь я нашла миф, о которых я даже никогда не слышала. Я так даже удивилась и даже подумала, что они правда были, но потом себя так отдернула, типа, то, что ты о них не слышала, не знаешь, что их не существует. Ну да, разумно же, да? Вот. Есть достаточно колебопытная информация, здесь можно найти, но в целом, помимо вот этих вот нескольких мифов, ничего нового для себя тут не открыла, все, в принципе, известно, и, как бы, если вы тоже увлекаетесь гиптологией, то, вряд ли, вы для себя найдете здесь что-то новое. Я бы, по крайней мере, когда я говорю об этой книге, у меня освещение пены за рта не идет, и достаточно такой сдержанный отзыв получился, ну а мы, тем не менее, двигаемся дальше. «Сказки народов мира» вышли у Кунина, он их писал сам, захлевляя существующими историями, вот так она выглядит, достаточно, это такая скромная объема, ну, Кунина один из самых дорогих авторов, здесь всего даже нет и 300 страниц, и сказок всего раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять сказок, но оно-то вот стоит, слог очень легкий, вообще-то у сказок, сказок это такой жанр, где прямой посыл, он зашифрован, если не сказать замурован, и на тем, чтобы его извлечь, надо, ну, и то, чтобы потрудиться, но он обычно не очевиден, не очевиден, Кунин к этому трюку не прибегает, он более откровенен, он прямым текстом, не давая возможности поразмышлять, об этом читать, но я в этом не вижу ничего предосудительного, это, а почему бы и да, можно сказать по этому поводу, я думаю, понравится как деткам, так и взрослым, я взрослым, получила, несмотря на свой облик сегодняшний, получили чтение удовольствия, он здесь берет привычных героев, и непривычно их переворачивает, например, всем известным, синяя борода, здесь внезапно женщина, вот, и тому подобные примеры имеются, кстати, ныне популярна, для обсуждения тема однополой любви, здесь тоже, это немножко затрагивается, правда, я так и до конца не поняла, имел ли он именно это в виду, или, все-таки, что-то другое, да, тем не менее, как будто не было рекомендую, далее, я перечитала уже 118 раз, вор сказал кот, кровь сказал кот, яд сказал кот, вот таким образом выглядит, у меня это еще советского издания книга, автор Луиза Монро, это может только показаться, что главная героиня тут, девушка, школьница, работающая в школьной газете, на самом деле, главный герой здесь кот, именно он распутывает все вот эти дела, на который натыкается его героиней, вечно ищущая приключения, именно он помогает ее распутывать, и даже защищает ее от бандюганов, очень интересно читается, буквально за один вечер вы сможете прочитать, это можно назвать сборником, здесь вот, соответственно, три повести в одной книге, ой, «Токийский зодиак», мне в подарок подписчики прислали из Великого Новгорода, спасибо вам, Ярослав и Ольга, книгу японского автора, «Токийский зодиак», я очень прошу прощения, если я это правильно назвала, я даже об этом сделала запись в своей личной дневнике, вот, гордо так, написала, так что, если археологи, будущее, через тысячу лет, найдут мои личные дневники, они сохранятся к этому времени, то вот ваши имена вводят в историю, знаете об этом. Интереснейший детектив, очень так, завораживает, я была в диком восторге, когда начала читать, представляете, такая история, человек задумал создать, как бы это назвать, существо мёртое, которое привлечёт, как бы это снова назвали «Удача, что ли», наверное, «Успех» в страну Японию, а дело происходило в 30-е годы, 20-го века, когда Япония ещё не была такой успешной, как сейчас, и когда я начала читать, у меня появилась такая мысль, что я не знаю, сделал ли он это, но если сделал, то это помогло, вот, но, чтобы сделать такое вот существо, надо его слепить из разных частей тела мёртвых людей, родившихся под определённым знаком зодиака, которые этим самым частям покровительствовали, так как сошли звёзды, что его собственные дочери подходили под все эти параметры. в общем, очень запутанные истории, я не знала, что и думать о подозреваемых, дошёл до того, что, когда я стала дочитывать, автор сказал, там есть такое прощение читателю, «Вот читатель дорогой, у вас на руках есть все подсказки для того, чтобы разгадать самостоятельно эту историю». Я восприняла, как это издеваться, потому что я вообще не знала, что и думать, вообще, напрочь, это было для меня просто вселенской загадкой. Здесь очень тесное мнение Шеллоки Холмси встречается, вот только его стоит почитать. Неоднозначно, нестандартное мнение. Далее, мне посылали ещё двухтомник нового произведения, я его сейчас читаю, он попадёт в майские прочитанные. Но я приняла за него не сразу, а по книжной ГГ, в которой я принимаю часть, была вынуждена извлечься и прочитала «Чёрный кофе», автор Чарльз Осборн и Агата Кристи. Ну как, Осборн на основании существующей повести Агаты Кристи написал вот такой любименький детектив. Главный герой Пуаро. И интересно, но немножко пластиково. Как будто вместо живого человека манекет подсунули. Но тем менее, когда появляется эдрига и переключаешься на неё, это как-то почти перестаёшь замечать и читается очень даже увлекательно и съедобно. Потом, совершенно для меня нетипично и быть может быть напрасно, я прочитала 250 дерзких советов писателю. Автор Чак Вендик. Почему нетипично? В моей судьбе уже была такая ситуация, когда у меня были ярко выраженные способности к одному как бы не спалить эту самую способность к одной профессии, скажем так. Я как дура последняя пошла получать высшее образование на эту тему. И полученными знаниями я убирала свою интергеративную прерасположенность. Вроде было целых два педагога невероятно талантливых, которых я до сих пор помню. И ну вот своими знаниями я просто погубила свой талант. И боюсь не то, чтобы я считаю себя гениальным человеком в плане создания книг. И те, кто читали моё перо, возможно, имели шанс в это убедиться. Но я откровенно боюсь, что то, что у меня уже есть в этом плане, усугубить в худшую сторону. то сделать ещё хуже. Вот. Поэтому я с осторожностью величайшей отношусь к книгам на эту тему, к видео на эту тему. Я боюсь перебить то, что у меня есть интуитивно какими-то знаниями. Или допустим, есть список распространённых клише. Я боюсь с ними ознакомиться, чтобы не случилось наоборот, чтобы не получилось, что они осели у меня в голове и я не начала их выплёскивать на бумагах. Я так мериком пробежала, вроде как не использую. И слава богу. Но тем не менее, несмотря на эту осторожность, я прочитала эту книгу, я не пожалела об этом. По начальству кажется, что вы беседуете с сильно выпившим человеком. Так иногда в баре выпивающий седует на свою жизнь, жалуется на работу, на неверную жиреновую, на предавшего его друга, на подолков сослужитцев. Причём есть такие грубые фразы, которые откровенно от себя отталкивают, очень грубо встречаются. Но я достаточно быстро к этому привыкла. А советы действительно дают дельные. Иногда повторяются. Я считаю, что повторение матью обучению и это тот самый случай, когда мне понравился способ предподачи информации. То есть у вас не заваливают разведённым водой тех, которые идут подряд. Каждый совет это отдельная страница. И это позволяет не запутаться велико множество рекомендаций, а вполне себе снос свадьбе. На следующий день после прочтения этой книги я села за свою я сейчас пишу о Египте. Девушка попадает в своего рода секту и её ждут в этом плане при предпочении. Из ледяного Ленинграда мы переносимся в жаркий Египет. Так вот я когда села за свою книгу я совершенно внезапно обнаружила, что я применяю прочитанное по делу, так сказать. Поэтому если вы пишите или собираетесь сесть за это дело, то рекомендую внезапно, неожиданно, сама не ожидала. Кальян я прочитала Высокое волшебство автор Диана Диана это на самом деле третья часть цикла, но в принципе думаю можно читать в отрыве от предыдущих произведений и прочих по крайней мере мне было весьма комфортно читать. Эта книга я так поняла аля Гарри Поттер была написана за несколько лет до вот Апельдилы Роулинг только здесь дело происходит не в школе а на летних каникулах героини и здесь ну обычно в главе угла ставится каноническая магия древняя и отрицается современная возьмем тоже Роулинг они не пользуются магловскими изобретениями за исключение Уизли главы семейства вот а здесь наоборот каноническое волшебство дружит с алименной техникой здесь компьютер применяется и все такое очень интересно и есть философские размножения которые могут заинтересовать и людей подросткового возраста и более взрослых тетей негодяйников далее у Акунина вышло ить как бы поднять там ищета ить история российского государства лекарства для пили здесь нам рассказывается о деяниях Николая Первого Анну и Александра Второго на переднем форте традиционно есть хронологи разных событий на заднем родословно Андрея Романовых в целом написано интересно разбавлено картинами репродукциями есть и карты слог 2 насчитала вот и слог такой живой интересные какие-то сведения преподносятся но лично я восприняла это немножко такой как учебник здесь я предпочитаю все-таки Карповича и Акуина тем более у Акуина мне очень сильно не хватает списка используемой литературы вот то есть непонятно на что опирается автор я просто когда читаю исторические труды я всегда себя увереннее чувствую когда вижу список литературы на которые опирался автор здесь как бы к сожалению Акунин таковой не публикует обычно и с некоторыми вещами я бы с ним поспорила на самом деле вот поэтому если совсем чистоту когда начала выходить только-только эта серия я отнеслась к этому с большим ажиотажем с огромным удовольствием все читала выписывала рисовала какие-то схемы таблицы читала в седневниках была очень довольна но постепенно как-то мой пух поугас и сейчас я если честно читаю больше по инерции по привычке потому что автор вроде как проверенный автопокупаемый вот а ну вообще я как-то больше давяю карпу сожженный заживо завершает список прочитанного за апрель месяц 2021 года автор суат спорная книга это история о несовершеннолетней девочке которая в глазах своей семьи совершила совершенно непростительный поступок и вследствие этого ее попытались как бы спойлеры не сотворить скажу так наказать но наказать особым образом дело происходило на востоке где нравы не всегда понятны европейскому человеку и главная героиня расписывается в том что она никогда не была за пределами своей деревни но при этом открыто неоднократно заявляет что подобное поведение как вот у ее семьи типично для всей страны Палестина ну скажем так я читала отзывы других людей в том числе женщин которые живут тоже на востоке мусульманских семьях которые заявляют что это нельзя распространить на всю страну это встречается но встречается не так уж часто это только там где очень образованные люди которые застряли в средневековье вот в тех мировых и вообще окружающими если такое случается осуждается если честно у меня не с самого начала но в конце концов сложилось такое мнение что ощущение может быть я не права это просто вот то что подумалось ощущение что автор соберала какие-то скандальные случаи подобного толка известные и о них рассказала и хорошо если рассказала не в прокатительных целях а в том чтобы привлечь внимание к таким ситуациям общественности чтобы общественность вмешалась начала влиять на все это хотелось бы мне так думать по крайней мере и выяснилось что проверка временем эта книга у меня не прошла когда я полезла на флип добавить в прочитанное открыла для себя оказывается я читала эту книгу в 2019 году я не помню и даже когда начала читать собственно и закончила я не помнила не помнила у меня возникло совершенно мимолетное легненькое ощущение даже когда я начала но не более того я так и не вспомнила а значит поверх времени она не прошла вот такая вот их хладнокровная собака на это все с Пасхой мира добра в вашу жизнь пока-пока и до скорых книг